В этом фрагменте, уважаемые слушатели, мы с вами рассмотрим еще одно интересное приложение модели спроса и предложения. Только для этого нам понадобится ввести ряд дополнительных терминов и обозначений. Во-первых, давайте с вами определим цену спроса, соответствующую данному конкретному количеству, как максимальную цену, которую потребитель готов заплатить за данное количество товара. То есть если данное количество товара будет продаваться по более высокой цене, его не купят, а если по более низкой цене, то купят. Цена предложения – это та минимальная цена, на которую согласны продавцы. То есть если им предложить цену более низкую, они не готовы продать такое количество. За более высокую цену такое количество продать они согласны. Дальше. Индивидуальный рыночный спрос, индивидуальное рыночное предложение. Индивидуальный спрос — это спрос отдельно взятого покупателя, рыночный спрос — это суммарный спрос всех покупателей. Экономисты говорят, что он получается горизонтальным суммированием индивидуальных спросов. Мы сейчас с вами построим рыночный спрос. Индивидуальное предложение — это предложение отдельно взятого продавца. Рыночное предложение — это сумма индивидуальных, которая получается горизонтальным суммированием. Давайте рассмотрим простейший пример построения рыночного спроса из шести индивидуальных. Предположим, у нас на рынок покупать картошку пришло шесть покупательниц. Допустим, Анна хочет купить три килограмма картошки, Вера — три килограмма, Елена — два килограмма и так далее. У каждой покупательницы есть своя цена спроса — та максимальная цена, которую она готова заплатить. Вот, допустим, Берта готова купить свой килограмм картошки по цене не выше, чем 50 рублей за килограмм. Если мы будем складывать эти шесть индивидуальных спросов, начнем двигаться по оси цен сверху вниз. Если цена картошки будет выше 50 рублей за килограмм, это слишком дорого. Картошку не купит никто. При цене в пределах от 50 до 40 у нас будет один-единственный покупатель — это Берта. Весь рыночный спрос будет состоять из ее одного килограмма. Если цена опустится до 40 рублей за килограмм и ниже, то у нас уже будет две покупательницы — Анна и Берта. И величина их суммарного рыночного спроса будет уже 4 килограмма. При цене ниже 30 рублей за килограмм добавятся еще две покупательницы — Вера и Лена. Дальше Галя, дальше Дина. Соответственно, вот такой вот ступенечкой у нас пойдет суммарный рыночный спрос шести индивидуальных покупателей. Конечно, вы можете сказать, что если, допустим, Берте предложить цену не 50 рублей за килограмм, а, допустим, 10, то она может купить не один килограмм, а три килограмма. Но мы пока пренебрегаем этим эффектом, чтобы построить более простую, более понятную модель. Итак, мы построили рыночный спрос. Теперь посмотрим, как отнесутся наши покупательницы к цене 25 рублей за килограмм. Допустим, Берта, которая была готова заплатить 50 рублей, а покупает по 25, сэкономила 25 рублей. Вот эти 25 рублей я выделил на рисунке. Анна была готова заплатить за килограмм картошки 40 рублей, а заплатила 25. То есть она сэкономила на каждом килограмме картошки по 15 рублей. А в сумме она сэкономила 15 на 3 45 рублей. И эти 45 рублей — это следующий прямоугольничек, вот которым я сейчас на слайде помигал. Дальше. Вера и Елена на двоих сэкономили 5 рублей на 5 килограмм 25 рублей. Что касается Гали и Дины, они по такой высокой цене картошку, ну с их точки зрения высокой, картошку не купили вообще. У нас с вами образовалась на рисунке вот такая вот закрашенная зеленая фигура. Получается, это сумма всех тех денег, которые сэкономили покупатели, сделавшие покупки при данной цене. Эту величину экономисты называют излишком потребители, ну или покупатели. Я надеюсь, что из предыдущего примера понятен экономический смысл излишка потребителя. То есть это те деньги, которые сэкономили покупатели по сравнению со своими ценами спроса. При данной конкретной цене. В реальности у нас, конечно, картошку покупают не 6 человек на самом маленьком рынке, а значительно больше. Поэтому если мы будем в реальности строить вот такой простейший рыночный спрос, все равно на нем будет не 6 ступенек, а допустим 600. 600 маленьких ступенек. Соответственно, этот спрос будет выглядеть как-то вот так, как вы видите на этом рисунке. Но если мы возьмем эту линию спроса и рассмотрим ее под увеличительным стеклом, то возможно она будет стоять как раз из множества таких мелких ступенек. И если взять какую-то конкретную цену, допустим ту, которая показана на рисунке горизонтальной линии, то для данного спроса и для данной цены излишек потребителя это вот эта вот оранжевая площадь. Площадь данной фигуры. Дальше. Предложение. Предположим, что у нас пришли продавать картошку на рынок 6 продавцов. Андрей, Борис, Виктор, Диоргий и Дмитрий. У каждого из них есть граничная цена предложения. К примеру, если Диоргию предложить цену меньше чем 20 рублей за килограмм, он откажется продавать картошку. Если же цена будет 20 килограмм и выше, то он готов предложить рынку 40 килограмм картошки. Вот давайте из этих пяти индивидуальных предложений построим одно суммарное рыночное. При цене ниже 5 рублей за килограмм желающих продавать картошку не будет вообще. Если цена поднимется чуть выше, появится первый продавец, Борис. Величина рыночного предложения составит 10 килограмм. При цене выше 15 килограмм у нас уже будет три продавца, а суммарное рыночное предложение составит уже 70 килограмм. Дальше у нас добавится Диоргий, если цена станет еще чуть выше. Дальше Виктор. Значит, вот таким вот образом мы получим суммарное рыночное предложение. Опять же, если мы возьмем некую конкретную цену 25. Окажется, что Борис получил за каждый килограмм картошки 20 рублей сверх своих ожиданий. Всего он получил 200 рублей сверх того, что ожидал. Эти 200 рублей мы можем показать на картинке, как вот эту вот зелененькую площадь. Дальше Андрей с Дмитрием готовы были продать картошку за 15 рублей, по 15 рублей за килограмм, продали по 25. Соответственно, с каждого килограмма они имеют 10 лишних рублей, и они получили сверх своих ожиданий 600 рублей. 600 рублей избытка. Это вот эта вот площадь 600 рублей. Дальше Георгий. Георгий получил сверх своих ожиданий 200 рублей. Вот они, эти 200 рублей. Ну и в сумме получившуюся вот эту зеленую фигуру называют излишком производителя или излишком продавца. Опять же, в реальной ситуации продавцов у нас может быть очень много. Соответственно, у рыночного предложения может быть множество ступенечек. Мы их увидим, если порассмотрим рыночное предложение, опять же, под микроскоп. И в таком случае для показанной на картинке цены горизонтальной линии получается, что излишек производителей — это площадь вот этой вот голубой фигуры. Мы с вами в данном случае немножко и показали, откуда берется рыночный спрос и рыночное предложение, почему они имеют, соответственно, отрицательный положительный наклон. Ну и ввели понятие излишка потребителя и излишка производителя, которые нам в дальнейшем понадобятся. Последний термин, который нам понадобится, это общественное благосостояние или выигрыш от торговли. Это просто сумма излишков потребителя и производителя. Вот, к примеру, если у нас рынок находится в равновесии, то равновесной цене соответствует излишек потребителя — это площадь оранжевой фигуры, и излишек производителя — это площадь голубой фигуры. И опять же могу вам предложить проверить себя и для конкретной ситуации рассчитать излишек потребителя, производителя и общественное благосостояние. Если у нас есть две функции, функция спроса показана красненьким, функция предложения показана синеньким. Давайте попробуем рассчитать величины излишков потребителя и производителя. Нам понадобится сделать некоторые дополнительные расчеты, в частности, вот, допустим, рассчитать вот эту вот координату точки пересечения предложения с вертикальной осью. Мы это можем сделать очень просто. Если мы возьмем функцию предложения, вместо q подставим 0, вместо qs подставим 0 и решим полученное уравнение, то получится, что величина предложения равняется нулю при цене равной 10. Соответственно, вот начинается у нас вот эта синяя линия предложения с иной равной 10. Аналогичным образом мы можем посчитать цену, с которой начинается спрос 70. Ну а дальше, допустим, площадь оранжевого треугольника, в данном случае треугольник, это излишек потребителя, это половина произведения катетов. Один катет, вы видите на рисунке, равен 40, другой катет тоже равен 40, 40 на 40 пополам будет 800. Аналогичным образом излишек производителя, мы можем посчитать, равны 400. Получается, что на данном рынке генерируется общественное благосостояние в размере 1200 рублей. Я могу вам дать небольшую домашнюю работу, уважаемые служители. Попробуйте сами доказать, что в ситуации рыночного равновесия может быть генерировано максимально возможное для данных спроса предложения величина общественного благосостояния. Любая другая цена, отличенная от равновесной, придет к тому, что общественное благосостояние станет меньше. Таким образом, мы можем сказать, что рынок, стремящийся к равновесию, одновременно стремится к максимизации общественного благосостояния. И еще один вопрос я могу задать. Это уже вопрос, связанный с просмотром художественного фильма. Посмотрите небольшой фрагмент художественного фильма «Красотка». Мне кажется, это один из любимых фильмов российских женщин. И скажите мне, пожалуйста, какой размер общественного благосостояния сгенерировала сделка, которую вы увидите в данном видеофрагменте. Ты не стучал? Вивиана, я с деловым предложением. И что это? До воскресенья я здесь, и ты будешь со мной. Да? Да. Найму тебя в качестве помощницы. Ты не против провести со мной неделю? Я плачу, а ты на побегушку. Ну да, конечно. Ладно, обсудим. Примерно, сколько ты возьмешь? За шесть дней и ночей четыре тысячи. Шесть ночей по триста – это тысячи восемьсот. И дни тоже? Две тысячи. Три тысячи. Идет. Ох, зараза! Можно ты будешь идти? На Эдди не отзовусь. Я бы осталась и за две тысячи. А я бы дал и четыре. Ладно, до вечера.